Дождевые тучи И учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносецкого. Справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы. И если встать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна. — В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофья, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю? — Да, я хотел тогда рассказать про своего брата. Иван Иванович протяженно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь, и минут через пять он лил уже сильный дождь, облажной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением. — Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алёхину, тут близко. Пойдемте. Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров. Заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белой купальней. Это было Софьино, где жил Алёхин. Мельница работала, заглушая шум дождя. Плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и, когда, пройдя плотину, они поднимались господским амбаром, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка. Дверь была открыта, и из неё валила пыль. На пороге стоял сам Алёхин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нём была белая, давно не мытая рубаха с верёвочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Носы, глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина, и, по-видимому, очень обрадовался. «Пожалуйте, господа, в дом», — сказал он, улыбаясь. «Я сейчас, в сию минуту». Дом был большой, двухэтажный. Алёхин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешёвой водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. «Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа», — говорил Алёхин, входя за ними в переднюю. «Вот не ожидал». «Пелагей», — обратился он горничной, — «дайте гостям переодеться во что-нибудь». «Да, кстати, я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню? А тут пока приготовят». Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыла, и Алёхин с гостями пошёл в купальню. «Да, давно я уже не мылся», — говорил он, раздеваясь. «Купальня у меня, как видите, хорошая, отец ещё строил, но мыться как-то всё некогда». Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой. «Да, признаюсь», — проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову. «Да, давно я уже не мылся», — повторил Алёхин конфузливо, ещё раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила. Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду шумом и поплыл под дождём, широко взмахывая руками. И от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плёса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой», — повторял он наслаждает, «ах, боже мой». Доплыл до мельницы, о чём-то поговорил там с мужиками, и повернул назад, и на середине плёса лёг, подставляя своё лицо под дождь. Буркин и Алёхин уже оделись и собирались уходить, а он всё плавал и нырял. «Ах, боже мой», — говорил он, «ах, господи, помилуй, будет вам», — крикнул ему Буркин. Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шёлковые халаты и тёплые туфли, сидели в креслах, а сам Алёхин, умытый, причёсанный в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, лёгкую обувь. И когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алёхи, но также старые молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам. Нас два брата, начал он, я, Иван Иванович, и другой, Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошёл по учёной части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казённой палате. Наш отец Чимша Гималайской был из кантонистов, но, выслужив офицерской чин, оставил нам потомственное дворянство и именишко. После его смерти именишко у нас оттягали за долги, но, как бы то ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы всё равно, как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ярша или видел осенью перелётных дроздов, как они в ясные и прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казённой палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определённое желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. Он был добрый, кроткий человек, я любил её, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три оршины земли, но ведь три оршины нужны трупу, а не человеку. И говоря также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы, те же три оршины земли, уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе, это не жизнь, это эгоизм, лень. Это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужны не три оршины земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную в пищу. Он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продается столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему. Но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника. «Деревенская жизнь имеет свои удобства», — говорил он бывало. «Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... И крыжовник растет!» Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же. А. Барский двор, Б. Людская, С. Огород, Д. Крыжовник. Жил он скупо, не доедал, не допивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. «Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него. Я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь». Годы шли. Перевели его в другую губернию. Минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Он женился на старой некрасивой вдове без всякого чувства, а только потому, что у нее водились денжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была запачмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни, да и года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет, страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится. В сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы ни пропали. — Ну, это уж из другой опыта, — сказал Буркин. После смерти жены, — продолжал Иван Иванович, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. — Конечно, хоть пять лет высматривай, но все ли в конце концов ошибешься, и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера с переводом долга купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками. Была река, но вода в ней цветом, как кофе, потому что по одну сторону имение кирпичный завод, а по другую — кастопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился. Он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещик. В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так — Чумбароклова пустошь, Гималайская тош. Приехал я в Гималайская тош после полудня. Было жарко, везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом, постарел, располнел, обрюзг. Щеки, нос и губы тянутся вперед, того и гляди хрюкнет в одеяло. Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение. — Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я. — Да ничего, слава богу, живу хорошо. Это уже был не прежний робкой бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус, кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней соды и касторкой, и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что это так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставят им полведра, и они пьют и кричат «Ура!» и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, таким тоном точно министр. Образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. «Я знаю народ и умею с ним обращаться», — говорил он, «меня народ любит, стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу». И все это, заметьте, говорилось с умной, доброй улыбкой. Он раз в двадцать повторил, «мы дворяне, я как дворянин», очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чемшаги Малайской, в сущности, несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной. Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иванович засмеялся и минуты глядел на крыжовник, молча, со слезами. Он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который, наконец, получил свою любимую игрушку, и сказал, как вкусно. И он жадностью ел и повторял, ах, как вкусно. Ты попробуй. Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. Теперь же при виде счастливого человека мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне послали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал, как в сущности много довольных счастливых людей. Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Ведь мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников. Но мы невидим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно. И протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое время молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. И что, как бы он не был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Стрясется беда, болезнь, бедность, потери. И его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человечка с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и все обстоит благополучно. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, продолжал Иван Иванович, вставая. Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что учение – свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю, во имя чего ждать, спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, Но есть ли порядок и законность в том, что я, живой мыслящий человек, стою над орвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время, как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить. Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать. Ах, если бы я был молод! Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил. Ах, если бы я был молод! Он вдруг подошел к Алёхину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. Павел Константинович проговорил он умоляющим голосом. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. Счастья нет, и не должно его быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро! И все это Иван Иванович проговорил жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя. Потом все трое сидели в креслах в разных концах гостиной и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алёхина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все, и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами, и говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые и глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, это было лучше всяких рассказов. Алёхину сильно хотелось спать. Он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слепались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал. Гости говорили не о крупе, не о сене, не о дёгте, а о чём-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали. «Однако пора спать», — сказал Буркин, подымаясь. «Позвольте пожелать вам спокойной ночи». Алёхин простился и ушёл к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые постелала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельём. Иван Иванович молча разделся и лёг. «Господи, прости нас, грешных!» — проговорил он и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжёлый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.